Всем привет! Привет, ребята! Привет! Так, у меня к вам такой вопрос. Что бы вы сделали, если бы на 8 марта проснулись с девушкой? Что бы мы сделали, если бы на 8 марта проснулись с девушкой? Я знаю, что бы я сделал. Давай. Он отвечает. Он отвечает, давай. Если бы я проснулся 8 марта девушкой, я бы просто вытащил батарейку из часов, и как бы целый день у меня был бы 8 марта, а следующий день был бы 8 марта. И пока не заметишь, что как бы часы остановились. Такой вот лайфхак для всех девушек. Очень советую. Отличная идея. Отличная идея. На компьютере тоже можно оставить 8 марта. Весь год будет 8 марта. Представляешь, сколько цветов у тебя будет? Это... Да. Надо провернуть. Надо, конечно же, провернуть это. А ты бы что сделал? Вопрос провокационный. Ответ будет таким же. Ну, наверное, я бы... Ну, конечно же, я поздравил бы ее с праздником. Разумеется. Себя, конечно. Ее, себя. Ее, себя. Конечно же, себя поздравили, да. Так, еще такой вопрос. Что-то я хотела спросить. Подожди. Самый неожиданный подарок. Самый неожиданный подарок? Который подарил походу. Ты девочек, кстати, пропустила сейчас. Ты видела? Так вот, самый неожиданный подарок. Ребят, что бы мы подарили? Я бы подарил тех единорогов. Мне не нравится. Подаришь мне единорогов на 8 марта? Да, я подарю тебе на 8 марта единорога. Обещаю. Обещаю. Я буду подусть Ihrer. Все хорошо. На 8 марта? Самый неожиданный подарок на 8 марта? Я даже не знаю. Честно, это сугубо личное дело каждого, мне кажется. Потому что для кого-то неожиданный подарок. Это может быть просто букет цветов. Потому что... А для кого-то неожиданный подарок, это может быть автомобиль, а для кого-то или что-то еще больше, а для кого-то вон тебе прекрасные единороги. Ребят, я уже застолбил, я дарю, так что все. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое.